Девочка-пай Келли, звонила Джулия? Нет, но я как раз читаю о ней. Это же смешно, мама. Здесь пишут, что Джулия убила Бани Тольятти. Я знаю, я не могу поверить, что он погиб. Он поехал в Вегас, чтобы помочь нам. Но она же в него не стреляла? Разумеется, нет. Но, к несчастью, улики указывают на Джулию. Как это возможно? Бани был кем-то застрелен. И я думаю, это устроил партнер Бара, опасаясь полиции. Тоннел? Да, Тоннел. Но предварительно он сфабриковал кучу улик, чтобы в убийстве можно было обвинить Джулию. Да что ты! Никто не поверит доказательствам, представленным человеком, связанным с мафией. Не стоит недооценивать его возможности. Мафия – это организованная преступность. И Роберт мафиози? Скорее всего. Они ведь партнеры. Я знаю. Я ненавижу его так же, как ты. Но на него это не похоже. Алло. Привет, это я. Привет, я рада тебя слышать. Все нормально? Не совсем. Джина знает, где я. Боже, ты должна уехать, пока не явилась полиция. Что слышно от Си-Си? Ничего, к сожалению. А от моего мужа? Тоже ничего. Понятно. София, мне следует побыстрее отсюда уехать, но я не знаю, куда. Дай подумать. Полиция наведывалась ко мне сегодня утром с вопросами. Напротив дома в машине мается их наблюдатель. Я попробую отвлечь его внимание. Постарайся пробраться сюда. Потом я вызову вертолет, и ты спокойно улетишь. Как тебе этот план? План отличный, если Джина нас не опередит. Я хочу заявить о преступнике. Что ты делаешь? Уберегаю тебя от ошибки. Мне это ни к чему. Джули не убивала Банни, и тебе это известно. Ладно. Допустим, не она нажала на курок, и возможно, он жив еще. Но она виновата в том, что он подвергся опасности. Ведь это она потащила его в Лас-Вегас по своим семейным делам. А он, дурак, согласился. Да, и теперь ты хочешь отправить ее в тюрьму, чтобы отомстить? Она не овечка. Она знает, что произошло. И кто-то должен припереть ее к стенке, чтобы она заговорила. Она знает обо всем этом не больше тебя. Откуда ты знаешь? Ты еще не успела изучить Кэпфелла так, как я. Они способны любого надуть. Она не врет. Ты хочешь отправить ее на электрический стул, потому что она тебе не по душе? Я отношусь к ней с такой же симпатией, как к остальным Кэпфеллам. Ты прав. Лучше оставь ее в покое. Не звони в полицию. Тебе-то что, Мэг? Я не могу понять, почему ты решил помогать Джулии. Ты едва знаешь ее. Как она оказалась в твоем трейлере? Почему? Что между вами происходит? Ты не хочешь мне объяснить, почему ты так со мной поступаешь? Я хочу, чтобы ты еще раз взглянула на место происшествия. Роберт, так не пойдет. Ты хочешь, чтобы я вспомнила то, что случилось 10 лет назад? Якобы, чтобы спасти жизнь моего мужа. Я не могу. Иногда я не в силах вспомнить, что было на прошлой неделе. А не то, что 10 лет назад. Сделай то, что я прошу, пожалуйста. Вдохни поглубже и погрузись в воспоминания. Нет, не упрашивай. Умоляю, попробуй. Я пыталась. Ты просил меня об этом много-много раз. Это ты мне должен помочь. Только ты. Я не могу тебе подсказывать. Отпусти Круза. Освободи его, и я сделаю то, о чем ты просишь. Я не могу его отпустить. Это слишком опасно. Он не будет тебя преследовать. Я его как-нибудь уговорю. Я тебе обещаю. Теперь это не имеет значения. В игру вступили другие силы. Круз стал их мишенью. Если я тебе не безразлична. Конечно, не безразлична. Я жалею о том, что приехал в Санта-Барбару. Я бы хотел исправить все, что натворил, избавить тебя от страданий, которые я тебе причинил. Но я не могу. Только тебе одно это под силу. Нет, мне нужно, чтобы он был готов вылететь прямо от дома. Не знаю. Тоже не знаю. Подумаем об этом потом. Я еще подумаю и сообщу о дальнейшем. Прямо отсюда. Я все улажу сама. Ваша задача, скорее, прислать вертолет. Большое спасибо. Куда ты собралась? Явно не на работу. Я намерена поговорить с боссом. О чем? О Джулии. Только не это. Даже не думай, Келли. Может, Роберт повлияет на Тоннелла? Тоннелл не выносит советов. Ты не представляешь, что это за человек. Это настоящая аттила. Роберт такой же, только моложе. Келли, не лезь в это дело. Мы с Джулией сами влезли в это болото, сами выберемся. На вертолете? Я слышала твой разговор. Мама, ты сейчас помогаешь скрыться преступнице. Джулию ищут. Да и куда ей лететь? Где скрываться? Ведь у нее ребенок. Лучше убедить Тоннелла снять обвинения. И Роберт Барр очень подходит для этого. Хорошо. Ну, во-первых, Тоннелл Роберту не подчиняется. Все наоборот. Во-вторых, с чего ты взяла? Что Барр будет защищать женщину, которая украла у них дискету? Видишь ли, Роберт Барр похож на нашего отца. Ни один из них не склонен прислушиваться к окружающим. Но им обоим нравится, когда их о чем-то просят. Ты уже не дитя, чтобы сидеть у него на коленях и просить помощи. Особенно в таком платье. Но почему никто не воспринимает меня всерьез? Я согласна это сделать, когда ты будешь поступать серьезно, а не изображать из себя матухари. Не впутывайся в это дело и держись от Роберта Барра подальше. Не пойму, когда это вы с Джулией успели стать друзьями? Да, она мне друг. Я ей верю. В отличие от других, мне не требуются мотивы, чтобы ей помочь. Ты имеешь в виду Кэпфеллах? Из жадности они готовы любого убрать с дороги. Никак не возьму в толк. Почему ты все валишь в одну кучу? Ты не любишь Кэпфеллах? Хорошо. Ты считаешь их жадными? Пусть. Но как это связано с обвинением, что Джулия застрелила Банни? Ты сама в это не веришь. Признайся. Брось, Мэг. Ты меня осуждаешь. Ты не понимаешь, что стало похоже на нашу мать. Я постараюсь сохранить спокойствие и не обращать внимания на твои слова. Но в следующий раз я дам тебе полбу. Знаешь, сначала мне казалось, что ты хочешь добиться звания первой леди Санта-Барбары. Но ты не вправе ожидать, что люди будут тебя уважать за подобные действия. Уважение нужно заслужить. Даже у Кэпфеллах. Ты хочешь сказать, что ты лучше других? Тогда и будь лучше, добрее, достойнее. Это похоже на предвыборную речь республиканца. А ты не будь Филлис Блейк. Я на нее не похожа. Да? Да? Докажи. Ну давай. Звони в полицию. Я не хотела присутствовать на вечеринке. Но внизу было очень душно, и я решила выйти на палубу. Надвигался шторм. Где-то вдали слышались раскаты грома. Ты нервничала. Твой отец грозился вернуть тебя домой. Ты не знала, где я. А я искал тебя. Зачем ты пришел? Тебе нельзя здесь находиться, на яхте полно людей. Бежим отсюда. Как? Шлюпки нет, она подвозит гостей. У меня есть лодка. Вернемся на остров, и первым же самолетом улетим туда, где мы сможем пожениться. Я не могу так поступить с отцом. Можешь. Ты уже взрослая. Ты проживешь и без него. Я знаю, но... Мне кажется, тебе надо узнать отца получше. Когда вы с ним поладите, все будет по-другому. Мне наплевать, одобрит ли он меня когда-нибудь. Я не хочу жить под неусыпленным контролем человека, которому я не нравлюсь. Конечно, но ты должен с ним пообщаться, как только ты... Я знаю, что у него есть деньги, этого достаточно. Я не стремлюсь пропасть в его круг. Меня не внесешь в бухгалтерскую книгу. Ты же меня знаешь. У тебя было время узнать. Да. Какого черта ты тут расшиваешься? Я говорил, держись от нее подальше. Роберт, не надо. Ты убьешь его. Нет. Нет. Что? Ты сделал это. Иден, нет. Ты хотел от него избавиться, поэтому убил его. Иден, я не делал этого. Я не убивал. Не понимаю. Убийцы на свободе, а вы не шевелитесь. Я разослал словесный портрет. Надо привлечь к розыску полицейских. Все наши люди заняты. Чем заняты? Прочесывают пляж? Проверяют стоянки у ночных клубов Монте-Чито? Мне все это очень нравится. Мы боремся с преступностью. Тогда почему ваши клоуны не могут найти эту женщину? Вы можете объяснить? Привет. Может, мне зайти попозже? Нет, ничего, проходи. Это инспектор Ньютон из Лас-Вегаса. Он работает по делу Банни. Банни? Тольяттин. Брэндон, чем могу помочь? Я слышала, вы ищете Джулию. Да. Почему? Потому что инспектор Ньютон должен доставить ее в Неваду для допроса. Это обязательно? Да, нам необходимо ее найти и доставить туда. Нет, а что случится с ней потом? Там будет расследование? Там видно будет, мы сами еще не знаем. Все станет ясно после допроса. Это совсем не нужно. Банни жив. С чего ты это взял, паренек? Пока нет тела, нельзя считать человека мертвым. Как можно судить Джулию, если не доказано, что он мертв? К несчастью, на это указывает достаточно много улик. Вы зря тратите время на поиски Джулии, вместо того, чтобы искать Банни. Брэндон, дело в том, что не все, как ты, уверены в том, что Банни жив. В Неваде, например, считают, что нужно искать свидетеля, а не человека, который, скорее всего, мертв. Но Джулия его не убивала. Если это так, то ей лучше добровольно явиться в полицию. Это позволит нам быстрее во всем разобраться. И после этого начнутся поиски Банни? Ну, конечно, Брэндон. Что ж, это логично. Спасибо, Итан. Хитрый мальчишка. Он что-то знает. Вы удивительно прозорливы. Ты пугаешь меня, Банни. Ты никак не бросишь свои старые привычки. Я стараюсь в твоих же интересах. Когда ты поймешь, что я единственный, кто любит тебя такой, какая ты есть, а не за то, что ты можешь дать. Ты самая волнующая, красивая, сексуальная женщина, которую я когда-либо встречал. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Я все сделаю для тебя, Джина. Без всяких уверток, обману, без сани. Жизнь моя, дай мне возможность доказать, что у нас все будет хорошо. Ясно. Я все понял. Мы пойдем гулять, мама? Нет. Что ты делаешь? Ты меня узнал? Это женщина в очках и шляпе твоя знакомая Джулия. Тебе тоже не нравится, да? Я больше ничего не нашла. Пришлось нарядиться ковбоем. Зачем ты это сделала? Меня ждет вертолет. Мне нужно загримироваться, чтобы меня никто не опознал, пока я до него доберусь. Тогда уж лучше повесь на грудь табличку. Держи меня. Дай-ка. Очки? Зачем? Если уж делать, то делать хорошо. Иди ко мне, милая. Иди к дяде Мэку. Иди сюда. Посиди пока здесь спокойно, ладно? Тебе нравится играть в ковбоев, да? Возьми очки. Что ты делаешь? Достаю вещи. У нас нет времени. Джина уже позвонила в полицию. Джина никуда не звонила. Откуда ты знаешь? Я с ней разговаривал. Ясно. И почему она тебя послушалась? Потому что я умею обращаться с женщинами. Ах да. Только мне почему-то с трудом верится. Что это значит? Успокойся. Начнем, пожалуй. Я не хочу мазать лицо. Надо. Зачем? Слушай, представь, что это новейший крем для загара. И какая от этого польза? Ты мажешься? А я тебе потом расскажу. Доволен? Сойдет, сойдет. Ты должна мне верить. Почему? Почему я должна верить тебе? Я никогда не придумывал того, чего с тобой не происходило. Так? Ты спросила меня про Круза. Я сказал, что он жив. Ты сама слышала его голос. Повери сейчас. Поверь, я не убивал Рауля. Не убивал. Ты хотел, чтобы я вспомнила? Я это сделала. Я не знаю, что ты вспомнила, но знаю, что не все. Ты пытался убить его? Нет. Вспомни то, что произошло потом. Гости начинали собираться. Я видел, как ты переживала, и я дал ему уйти. Перестань! Перестань! Видишь, как поступают богачи? Нанимают шпионов, чтобы следить за своими детьми. Это неправда. Рауль, уходи. У тебя есть своя работа. Уходи отсюда. Только не говори ничего. Ты должен уйти, Роберт. Уходи, прошу тебя. Я без тебя не уйду. Нет, ты должен. Если Рауль увидит, что меня нет, он может сказать об этом отцу. Лучше подождем, пока вечер закончится. А потом? Потом я приду к тебе, и мы уедем. Начнем новую жизнь. Вдвоем, ты и я. Ты понимаешь, что делаешь? Ищу свою собственную дорогу. Ну ладно. Будь осторожен. Постараюсь. Это не я его убил. Тогда кто? Итан, что происходит? Да вот, обедаю. Я звонила тебе на работу, мне сказали, что ты здесь. Извини, но я так обеспокоена этим делом. Что слышно нового? Этот детектив из Лас-Вегаса, Ньютон, настаивает на аресте Джулии по подозрению в убийстве. У тебя есть какие-то известия, да? Откуда они у меня? Надеюсь, ты что-то знаешь. Нет, конечно. И не думаю, что Джулия это сделала. Поверь, у меня нет оснований ее защищать. Тебе неизвестно, где она находится? Откуда мне знать? И ты никого не подозреваешь в убийстве Банни? Никого. У него и врагов-то не было. А это многое говорит о человеке с такой родословной. Правда? Да, Итан, я постараюсь помочь тебе. Я хочу узнать, что же случилось с Банни. Он был мне дорог. Не могу смириться с мыслью, что его уже нет. Но если это так, то убийцу надо скорее поймать. Мы стараемся. Можно и поднажать. Надо пообещать вознаграждение. В обмен на информацию. Я не так богата, как во времена Армонти, но что-нибудь на скребу мне помогут. Неужели? У меня много друзей. Побереги свои деньги. Я не думаю, что это поможет следствию. А что делать? Сидеть сложа руки? Звонить в конгресс? Что? Ничего. Дай нам спокойно работать. Ты говоришь, как этот тип из Вегаса. Ему безразлично, кто убил Банни. Ему важно заполучить Джулию. Я позабочусь о Ньютоне. А для Банни ты не хочешь постараться? Хочу. Спасибо. Алло, это Итан Эшер. Я хочу получить всю информацию о полицейском из Лас-Вегаса Артуре Ньютоне. Да, все, что найдете. Что вы тут делаете? Вы кто такая? Привет, Брэндон. Ты ее знаешь? Мак, осмотрительней выбирай знакомых. Погоди-ка. Это Саманта? Джулия? Да. Да. Мамочка выглядит по-дурацки, да, мягко говоря. Я думала, ты хочешь что-нибудь стянуть? Зачем ты так вырядилась? Ладно, иди ко мне. Это долгая история. У меня нет времени на объяснение. Сделай одолжение, не говори никому, что ты меня видел. Ладно? Это очень важно. Пока. Погоди. Не убегай. Не надо, Джулия. Почему ты не пойдешь в полицию? Я не сделала ничего дурного. Я не знаю, что случилось с Банни. Я знаю. Поэтому тебе надо пойти в полицию и им рассказать. О чем ты говоришь? Итан сказал, что они не будут искать Банни, пока не найдут Джулию. Я знаю, ты не убивала Банни. Его никто не убивал, потому что он жив. Но, возможно, он ранен. Я тебя понимаю. А если ты не ответишь на их вопрос, он может погибнуть. Я понимаю. Я обещаю, как только смогу, я явлюсь в полицейский участок, чтобы помочь Банни. Послушай, Брэндон, Джулию подставили, и эти же негодяи гоняются сейчас за ней и за ее дочкой. Я не хочу, чтобы еще кто-нибудь пострадал. В том-то и дело. Если ты явишься, Итан не даст тебя в обиду. Итан не знает, что произошло в Лас-Вегасе. И даже если бы он хотел меня защитить, то не сможет. А Сити и сможет? Или Мэйсон? Их нет здесь, и я не знаю, где они. Как же так? Я не знаю. Меня тоже это интересует. Ты мне веришь? Мне очень нужно, чтобы ты мне верил. Возможно, те же люди, что убили Банни, пытаются достать и меня. Если я сдамся, это никому не принесет пользы. Она права. Кроме того, нам сейчас важнее найти Банни Днам с Джулией. А если нам удастся это сделать, все наши беды будут позади. Я верю тебе. Постарайся найти его побыстрее. Ладно. Пока. Я пойду первым. Спасибо, дружище. Никого. Идем. Я провожу тебя. Нет, нам лучше идти отдельно. Ладно. Я буду поблизости. Хорошо. Спасибо. От всей души. Пожелай мне удачи. Удачи. Хочешь покататься на тележке? Садись. Мы так в магазине с тобой катались. Вот умница. Послушная девочка. Готова? Все. Никаких намеков, никаких загадок. Ничего больше. Ты пытаешься отсрочить неминуемое. Почему для тебя так важно, чтобы я сама все вспомнила? Ты все время пытаешься возвратить меня в прошлое. Верно. Я все хочу вернуть назад. Я хочу воскресить лучшее время в моей жизни. Я хочу заключить тебя в объятии и вернуться в наш дом на острове. Если бы мне нужна была лишь физическая близость, я не стал бы тебя мучить. Я не знаю. За этим кроется больше, Иден. От этого многое зависит. В том числе и жизнь твоего мужа. Почему? Почему воспоминания десятилетней давности, связанные с тем парнем, спасут Круза? Мне вообще наплевать. Мне все равно, кто убил этого Рауля Мандрагона. Что ты говоришь? Извини. Мне казалось, ты сможешь положить этому конец, но я ошибся. Иди домой, Иден. Сейчас нам ничего не удастся сделать. Дай мне четвертак. Отвяжись от меня. Дай мне доллар. Если ты не уберешься, я убегу тебя в участок. Ой-ой. Я очень боюсь всяких ФБРовцев. А у меня фольга есть. Что? Я знаю, чем ты занимаешься. Я знаю, ты продаешь микроволновки. Я нутром чувствую. Точнее, головой. У меня в голове фольга. Очень подходит для микроволновок. Смотри. Вижу. А теперь убирайся отсюда. Понятно? Да здравствует свобода! Ну, парень, где она? Эй, вы кто такой? Департамент полиции Лас-Вегас. Полиция? И что вам нужно? Вот мальчик тебе все расскажет. Он ищет Джулию. А кто это Джулия? Не морочь мне голову, приятель. Я вас не морочу. Я вам не приятель. Не осложняй свое положение. Говори, где она. Или туго придется. У меня есть ордер на обыск. Я тут все обшарю. Я не понимаю, о чем это речь. Я уже заявил, что не знаю никакой Джулии. Джулия Кэпвелл. Не припоминаешь? Кэпвелл. Я как раз работаю в отеле Кэпвелл. Где она? Не знаю. Послушай, неужели такая богатая дамочка может прятаться здесь? Я пришел убедиться в этом. Не возражаешь, если я посмотрю? Нет, чувствуйте себя как дома. Я пока помою посуду. Мальчик. Где она прячется? Где она прячется? Отвали. Вот что. Вы оба нарываетесь на неприятности. Хорошо, только наручники не снимайте. Если появится кто-нибудь подозрительный, сразу же сообщите мне. Кэлли. Извини, ты кого-то ждешь? Да нет, если кто и зайдет, то по делу, а твой визит приятная неожиданность. Можешь уделить мне минуту? Конечно, если речь идет об отеле. Нет, это личное дело. Можно? Ладно, проходи. Выпьешь что-нибудь? Нет, спасибо. Я понимаю, ты кого-то ждешь, но я тебя не задержу. Ты наблюдательна. Да. Ты в курсе того, что вытворяет твой партнер? Какой партнер? Тоннел. А кто сказал, что он мой партнер? Роберт, мы можем долго водить друг друга за нос, но лучше прямо перейти к делу. Да, ты действительно капывал. Ну что ж, я тебя слушаю. Отлично. Давай поговорим откровенно. Что затевает Тоннел? Поверишь ли, но он даже не сообщает мне, где находится. Скажи, а что конкретно тебя интересует? Конкретно? Зачем он пытается повесить на Джулию убийство Банни Тольятти? Это серьезное обвинение. Да, но оно сфабриковано. Я все истории сам не знаю. Кажется, Джулия Кэппел проникла на закрытое собрание и, как бы это выразиться, взяла секретные записи корпорации. Это, по-моему, настоящее преступление. Этого факта я не слышала. Значит, тебе известно не все. Тогда нам обоим не повезло. Может, займемся своими делами и не будем лезть в чужие? Ты будешь спокойно наблюдать, как его преследуют. А что прикажешь делать? Ты врываешься сюда и обвиняешь человека, с которым я работаю, и требуешь, чтобы я с ним разобрался. Пока я не узнаю всей правды, я не пошевелюсь. Я сообщу тебе, когда что-то выясню. Уже выдан ордер на арест, Джулия. Извини, но это меня не касается. Касается, если твой партнер сфабриковал улики. Ты так старался создать себе репутацию респектабельного человека. Неужели ты готов с ней распрощаться из-за какого-то мерзавца из Вегаса? Мне кажется, это глупо. Это мерзко, Роберт. А ведь ты не такой, как они. Спасибо, Келли. Я рад, что ты хорошего мнения обо мне. Но скажи, как честный человек я должен покрывать воровство? Я знаю, что случилось на Сиренос, но не думаю, что Барр причинит зло Крузу. Меня смущает другое, Роберт сказал, что пытается защитить Крузу от кого-то. От кого? Он не хочет говорить, твердит, что мне лучше этого не знать. Будем надеяться, что это не тонло. Надо сейчас же идти в полицию. Нет, мам. Нельзя. Иден, выслушай меня. Мы не можем рисковать. А у нас есть выбор? Есть. Я должна вспомнить, что случилось на яхте той ночью. Почему он тебе не скажет? Потому что считает, что я ему не поверю. Я должна все вспомнить сама. И ты думаешь, что старые фотографии тебе в этом помогут? Может быть. Но на яхте было столько вечеринок, как их отличить друг от друга. Ты мучаешь себя. Так можно с ума сойти. Я поговорю с Робертом. Нет, мама, не надо. Он очень упрямый. Как знать, что он сделает, если начнешь ему угрожать? Тогда нам надо попросить помощи у людей, которые знают, что делать. Когда-то и я знала, что делать. О чем ты думаешь? Я не совсем уверена. Иден, я хорошо тебя знаю. Ты задумала что-то опасное? Я хочу спасти жизнь своего мужа. Как? Если я не смогу вспомнить прошлое, то мне придется что-нибудь выдумать. Удар ниже пояса. Я от тебя такого не ожидал. Я думал, ты не будешь больше вмешиваться. Что вы на меня напустились? В чем дело? Ты сказала полиции, где искать Джулию. Нет. Да брось, Джина. Полицейский примчался через 10 минут после того, как я ушел. Да, я туда не звонила. Видишь, как ты не стараешься, весь мир против тебя. Я в тебе разочаровался. Мама Джулию чуть не арестовали. Ее можно арестовать из-за чего угодно. Ты обещала не лезть в это дело. Обещала. Она ищет Банни. Я не имею к этому отношения. Вы меня не слушаете. Вы врываетесь сюда и не даете мне опомниться. Лучше рассказали бы спокойно, что стряслось. Этот Ньютон добрался до трейлера Мэка. Кто-кто? Повтори-ка. Откуда ты знаешь, что его зовут Ньютон? Он был в кабинете Итона, когда я заходил поговорить о бане. Когда это было? После обеда. Потом я... Пошел к тебе. Никто не хочет извиниться? Прости, мама. Я же не специально. Пусть это послужит тебе уроком, Брэндон. Мы в Америке. У нас только суд может назвать человека виновным. Жена, можно войти? Конечно. По какому делу? Инспектор Ньютон хочет задать несколько вопросов. Да? О чем же? Он считает, что ты можешь знать, где Джулия Кэпбелл. Эй, ребята! Это к вам! Роберт все сразу же поймет, ведь тогда он был главным действующим лицом. Не выйдет. Я заставлю его говорить. Когда я начинаю что-то вспоминать, он старается это ускорить. Он даже не понимает, что делает. Если я притворю, что вспоминаю, он начнет упоминать мелкие детали, и я смогу вычислить, что на самом деле произошло. Кейден, нельзя обмануть такого человека, как Роберт Барр, если он хоть на секунду заподозрит. Надо сделать так, чтобы не заподозрить. Это непросто! Мама, я для него желанная цель. Что это значит? Он любит меня. Я сыграю на этом, чтобы спасти Круза. Это очень опасно. Если ты зайдешь слишком далеко, и он это поймет... Я постараюсь, чтобы не понял. Нет, я не могу тебе этого позволить. Он отомстит. Отомстит? Мама, хуже, чем сейчас, мне не будет. Как это? Я извелась из-за всей этой ерунды. Я чувствую себя беспомощной. Я злюсь. Мне это все надоело. Ты понимаешь, что испытываешь его чувства? Мама, это мой последний шанс. Иден, Роберт Барр может быть и любит тебя. Но он очень умен. Не забывай об этом. Не забуду. Ты далеко готова зайти? Я пойду на все, чтобы спасти Круза. А зачем мне помогать кому-то из Кэпвелов? Вы все показали свое отношение ко мне предельно ясным. По-моему, ты чересчур требователем для человека, который захватил нашу компанию. Роберт, забудь, что Джулия носит фамилию Кэпвел. Она лишь жена моего брата. Она женщина, у нее есть ребенок, и она жутко напугана твоим партнером. Разве это порядочно? Если бы она не полезла в это дело, ее бы никто не трогал. Она поехала в Лас-Вегас, чтобы найти Мэйсона. Она так тосковала. Разве можно ее винить? Она выкрала чужие секреты. Возможно. Но она сделала это ради Мэйсона. Она не знала, где он. Может, его похитили или даже убили. Это ее не оправдывает. Нет. Я понимаю. Но объясняет. Ты не такой, каким хочешь казаться. Я наблюдала за тобой во время передачи дел. По-моему, человеческие ценности тебе не чужды. Что, если бы ты был влюблен, а твоя любимая исчезла? Разве ты не старался бы ее найти? Я не знаю, что бы я стал делать. Но все равно, ты обратилась не по адресу. Я не командую Тоннелом и не лезу в его дела. Что это значит? Вы же партнеры. Нет, ты не понимаешь. Наши деловые отношения сложнее, чем это можно описать словами. Я не хочу, чтобы они рухнули. Из-за кого бы то ни было. Понятно? Понятно. Что понятно? Я ошиблась. Теперь я вижу, что ты подчиненный, а не партнер. Мы можем договориться. Что? Чем терять время, выслушивая весь твой репертуар, давай заключим сделку. Я займусь делом Джулии, если ты займешься управлением моими курортами. А ты... Никаких обещаний сделай, что смогу. И скоро? Келли. Ладно, ладно. Тебе звонят. Я ухожу. Не провожаю. Спасибо. Не заблудишься? Нет. Алло. Привет, это я. Как себя чувствуешь? Лучше. Я хочу тебя видеть. Когда? Сейчас. Я могу зайти? Конечно, можешь. У тебя неуверенный тон. Да нет, просто сегодня тяжелый день. Ты не слишком спешишь? Может, отдохнешь до завтра? Нет. Мы так долго ждали. Хорошо. Брэндон, ты помнишь, что я тебе сказал? Лучше Джулии прийти самой, а не под конвоем. Да. Ты знаешь, где она? Можешь сказать? Не смотрите на меня. Я здесь ни при чем. Вы все сговорились. А что, если я начну настоящее расследование? Я обгоню вас всех и каждого в препятствии правосудию. Или, что еще хуже, в укрывательстве убийцы. Остыньте. Вы здесь не обладаете такими правами. Да? Но я не один. Мы не в игрушки играем. Что это? Во дворе садится вертолет. Чья это территория? Это владение Кэпвелов. Бинго. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Ладно. Не знаю, как тебе удалось меня уговорить. Я не могу ее оставить. Ты не можешь скрываться с малышкой. А здесь она будет в безопасности. Для нее это травма. Мейсон бог знает где, а теперь я уезжаю. Ну ладно, солнышко. Послушай, что мамочка скажет. Будь послушной девочкой, а мама скоро приедет. Верно. Может быть, Сиси и Мейсон привезут дискету. Хорошо бы. Давай ее мне и беги. Ну давай. Иди ко мне, крошка. Я люблю тебя. Будь послушной. Ладно. Если она начнет плакать... Перестань. Ты разрываешь мне сердце. Я хочу, чтобы ты побыстрее ушла отсюда. Слишком мало времени. Да, времени у вас мало. Ну-ну-ну. Любительница фольги. Стоять. Не двигайтесь. Теперь вам не скрыться. Уберите оружие. Уберите. Прочтите права. Прости. Дайте мне одну минуту. Будьте добра. Унеси отсюда Саманту. Джулия Кэпвелл, вы арестованы по подозрению в убийстве Бернарда Тольятти. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Я готова вернуться, Робби. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова